С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 29 октября. Один из главных советских идеологических праздников. День рождения комсомола. 1918 год. На первом всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром, который работает под руководством коммунистической партии большевиков, сокращенно РКСМ. В 1924-м после смерти Ленина союз получает имя вождя, а еще через два года переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. За 73 года через ряды комсомола пройдет более 160 миллионов человек. Решение о самороспуске этого самого ВЛКСМ принято 27-28 сентября 1991 года на 22-м чрезвычайном съезде ВЛКСМ. Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом и Всемирный день псориаза. Теперь о родившихся. В 1451 году в этот мир приходит Христофор Колумб. Мореплаватель, испанский адмирал, вице-король Индии пересек Атлантический океан, открыл Саргасово море и достиг в два часа по полуночи 12 октября 1492 года острова Самана. Это официальная дата открытия Америки. По некоторым данным Колумб располагал картой такой точности, что ее можно было создать лишь сфотографировав Землю из космоса. Но умер он в нищете и опале. Среди великих деятелей мировой цивилизации мало кто может сравниться с Колумбом по числу публикаций, посвященных его жизни, одновременно по обилию так называемых белых пятен в его биографии. Евгений Примаков родился в 1929 году. Экономист, историк, разведчик, бывший премьер-министр России, министр иностранных дел. Главный герой знаменитого разворота над Атлантикой. 24 марта 1999 года премьер-министр направляется с официальным визитом в США. Однако узнав в полете о решении НАТО бомбить Югославию распорядился развернуть литрный борт, уже находившийся над Атлантическим океаном, и вернулся в Москву. Политик дает понять, что с Россией нельзя разговаривать с позицией силы. Елена Дропеку родилась в 1948 году. Советская российская актриса, театр и кино, общественный политический деятель, депутат Государственной Думы нескольких созывов. Ну а теперь некоторые события этого дня. 1492 год. Двое конкистадоров Христофора Колумба, Родриго де Херес и Луис де Торрес высаживаются на Кубе в заливе Бая де Гебара и обнаруживают там туземцев, которые курят сигары. Конечно, это были не те сигары, что курят теперь грубо свернутые из дикого табака. Они были очень толстые. Диаметр сигары, вероятно, был сопоставим с диаметром человеческой руки. Но мы с вами помним, что курение опасно для вашего здоровья. 1611 год. Польский король Сигизмунд III и его фактический наместник в Москве Гетман Станислав Жалкевский устроили в Варшаве празднество по случаю, как им казалось, окончательной победы над Московией. По переполненным ликующими толпами улицам проводят живые трофеи, не зложенного годом ранее боярами царя Василия Шуйского, а также группу русских дипломатов и военно-начальников. Затем Шуйского вводят в королевский замок и заставляют поклониться Сигизмунду в ноги. В Кремле многие присягают как царю 16-летнему сыну Сигизмунда Владиславу. Ну а в Нижнем Новгороде тем временем начинает собираться ополчение Кузьмы Минина. Идем дальше. Следующее событие. 1675 год. Уроженец Лейпцига, 29-летний гений Готфрид Вильгельм Лейбниц в своей рабочей тетради, впервые использует знак интеграла, вытянутую по вертикали латинскую букву «С». Лейбниц произвел ее от первой буквы латинского слова «сумма», поскольку концепция интеграла представляет собой расширение понятия «суммы» на бесконечно малые величины. Так Лейбниц поделил с Блезом Паскалем честь создания первой вычислительной машины, а с Исаком Ньютоном слава основоположника дифференциального интегрального исчислений. 1863 год. В Женеве на конференции, которую созывают швейцарские предприниматели-гуманист Анри Дюнан, 39 делегатов из 16 стран одобрили предложение по улучшению участий воинов, раненых в боевых действиях, в том числе обеспечение их нейтрального статуса, организацию добровольческой помощи, учреждение белой нарукавной повязки с красным крестом для персонала, который помогает раненым. В 1867 в Париже проходит первая международная конференция «Обществ Красного Креста». В 76 году XIX века их высший координационный орган получает современное название Международного комитета Красного Креста. 1928 год. Последнее выступление на сцене как актера Константина Станиславского. Во время постановки чеховских трех сестер с ним случается сердечный приступ, и последние 10 лет жизни он будет работать только как режиссер и педагог. 1960 год. Кассиус Клей, 6 марта 1964 года сменивший имя на Мохаммед Али, выиграл свой первый бой на профессиональной арене. 18-летний Клей одержал победу в шести раундах над Таней Хансакером. До этого, 18 августа 1960 года, Али завоевал золото на Олимпиаде в Риме, обыграв поляка Збигнева-Петшиковского. 1983 год. Американские морские пехотинцы высаживаются на Гренаде с целью свержения военного правительства. 28 октября США использовали право вето для того, чтобы воспрепятствовать принятию резолюции ООН с осуждением этого вторжения. 1998. В полет отправляется космический челнок Discovery с Джоном Гленном, первым американским покорителем космоса. Он самый старый астронавт в мире, ему 77 лет и 103 дня. Ну и последнее событие подробно. 1965 год. В Нью-Йорке в продажу поступает первая партия шариковых ручек. Годом ранее венгерский журналист Ласло Биро, используя новейшие методы изготовления шарикоподшипников для машин и оружия, добавил к капиллярному каналу шариковый механизм и представил миру свое изобретение – шариковую ручку. Очередь за новинкой собиралась такая, что властям просто пришлось задействовать несколько сот полицейских для наведения порядка. За день продано около 10 тысяч ручек, хотя стоимость первой шариковой была 12 долларов. В то время это была средняя зарплата рабочего за 8 часов труда. Стержни первых ручек были в форме гармошки для того, чтобы вмещать больше чернил. Ну а позже с целью удешевления стали выпускать гладкие, тонкие стержни. Почти во всех языках шариковые ручки в названии содержат слово «шарик». По-английски, по-испански, по-немецки, как угодно. И только в Аргентине, где Ласло Биро жил многие годы, ручки называют в честь изобретателя Биро. Он не получил за свое изобретение почти ничего, так как из-за несовершенства патентной системы вовремя не оформил на него права. А я помню, как учителя какое-то время не разрешали нам писать шариковой ручкой. Мол, сначала научитесь перьевой писать, а потом уже шариком. Вот такие они, интересности в нашей жизни. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова